всем привет сегодня 13 августа 2023 года так джо вроде приходит себя но что-то это странная какая-то штука когда его сейчас вот снимал маленький ролик shorts он как будто бы на кого-то смотрится но когда я снимал тут точно никого не было не понимаю кого он все видит где умка снежка умка банда собирается снежка 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 так че бы сегодня не было еще сегодня прикол джо пришел ко мне обычно они в дом не заходят летом а тут он попросился мама его впустила у нас там на лесенке люк так ну не то что люк ну короче как крышка закрывает на второй этаж ход и он туда сел на ступеньки и стал проситься мама ему открыла в итоге джо пришел и разбудил меня раньше раньше таких поступков от него не было короче не было его тут пять дней что-то совсем я бы сказал изменилась но вроде немножко приходит себя сейчас уже стал на участке оставаться кушать стал пилот но мочка носа все равно сухая мне это не нравится по-моему вроде как я слышал что у них у здоровых котов у кошек должна быть сырая мочка ну-ка унка иди сюда погоди стой унк дай потрогать вы мошку у нас унк унк бля не дает вот унк джо как-то нормально общий язык находят но в принципе они братья только с разных разного помета так сказать джо родился с греты с чебурашкой так ухо ты ему хочешь ухо помыть вчера ему чебурашка ухо ушло кто-то идет да суть а вот ты снежка 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 кс-кс-кс ну давай джо я помешал тебе тут ухо ухо чистил мелкому умки я получается вам помешал умка ты чё так далеко то от него помощь умка умка хулика ты тоже спать что ли разлегся так надо проверить персик встал не встал так он персик проснулся на то у него сейчас привычка стала он где мамку завалит молока попьет там и спать ложится вчера вечером было так у него после ужина уснул вот здесь получается на пороге а сегодня с утра я когда выходил джо джо попросился на улицу он лежал тут возле двери пил молоко у крете а после я когда пришел он уже спал это уже не было он уже вовсю дырых вообще парень не заморачивается куда-то уходить покушал и там же сразу же засыпает да мелкий персик персик что-то не разговаривает персик не отошел еще ото сна так что у нас тут с погодкой 25 что-то сегодня обещают жару 20 ну 29 ты это уж не такая сильная жара что-то фокусировки нету что такое что телефон вообще ерундит персик с бабушкой бабушка ты чё ушла то от него а снежка ты чё внучка бросила а снежка что греть что что ты куда пошел он родины лесах спал джо наверно захотел покушать что-то не сильно хочет видать но сухой корм вроде чё то начал маленько жевать так вода у вас тут есть вода есть крета что что случилось гать почему ты мелкого все время оставляешь а крете персик персик чё тебя мама все одного оставляет персик пойдем персик посмотрим где у нас помощь умка ну ты тоже был же на лесах и уже с лесов ушел я хотел тебя персика принести эх умка умка не даете поснимать себя как только начинаешь берешь телефон все они все разбегаются или если даже не разбегаются но какие-то моменты почему-то нет такое чувство что они понимают что я хочу снимать и специально не дают мне потому что пока телефона нет в руке и либо даже он есть в руке но если еще не включена камера то они иногда и делают интересные вещи пока только включаешь все оп и все сразу же прекращается до кредита сама сейчас не прочь иногда с персиком поиграть и персик сам не прочь растет растет мужик что сказать большой стал быстро у них движется их не детство вроде помню не совсем недавно мы его тут помогали ему на свет появиться он уже здесь царапается во всю кусается покусай ко меня ну когти уже такие я бы сказал приличный о джо 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 персика узнаешь нет джо это же твой племянник джо куда-то пошел и ноль внимания джо джо ничего не отзываешься джо джо куда ты пошел джо не ходи туда там солнце жарко самое интересное джо происходит ну не то что происходит у нас такие взаимоотношения что например и на иной раз я могу его звать он может сделать вид что меня не слышит даже когда я мучаю несу вкусняшку как своему любимчику хотя я понимаю что это с одной стороны неправильно кошек много и все не хотят но когда есть что-то и небольшом количестве тут на всех никак не дать и иногда бы перепадать больше джо ну по крайней мере раньше я всегда джо больше подкармливал так вот иногда так выходишь и джо делает вид что как будто бы меня не слышит это если честно немножко раздражает но не не нравится такое отношение когда не знаю почему так делают когда например к собаке обращаешься ну хотя тоже может и бывают такие моменты но по моему так они не игнорят иногда у него такое бывает но самое интересное что если например когда он приходит ко мне в комнату на кровати вот тут он становится сама любезность он сам подходит это ко мне чтоб я его погладил не бывает такого чтобы он это даже он вложиться ну вообще такие моменты создает хорошие что тут сразу же понятно что кот относится ко мне с любовью ложится возле руки там ну к телу поближе всегда головой это на меня наваливается всегда сам просит чтобы его полоскал погладил нравится ему эта ласка но когда он на улице я не знаю почему его уже сложно так но иногда он дает себя погладить но в большинстве случаев он просто убегает вот сейчас я его зову он просто взял ушел и все пошел под машину вроде как под машины ну да чё-то там вижу черное пятно по моему черное пятно какое-то есть скорее всего это он иногда он просто уходит ничего мне не сказав не знаю почему так так две мамаши две мамки играют со своими отпрыскими снежка сумкой грета с персиком возраст конечно у мелких разный но я думаю все таки умки повеселее ну конечно персику сложновато недавно вот я не снял короткий шорт где умка случайно переиграл видать его как-то схватил за шею там аж бедный умка видно было так два два раза рот открыл ну такое чувство что он сказал сдаюсь сдаюсь умка все таки побольше посильнее персик то совсем еще по сравнению с ним малыш ну я думаю это конечно умка сделал не специально так я не понял чё персик играет с бабушкой или течку ищет так на чем-то на чем я остановился что-то я сказал заклинило однако а про джо отношения джо у нас но опять-таки джо всегда всегда когда он идет он всегда мяукает но приветствует я так думаю ну либо не то что даже если не приветствует он обозначает себя что вот я пришел даже в темноте он пользуется своим преимуществом его не видно но сколько я помню и идешь в темноте он тоже всегда мяукнет обозначится вот это как бы в нем хорошая черта то что он порой игнорит я думаю это не только он ну вернее из всех кошек у них такое бывает не знаю почему когда они сыты и например у час такая жара стоит и не даваляются их зовешь но они яд и в принципе можно понять чем просто так коми идти если они кушать не хотят лежат себе комфортно в прохладе тут вставать конетелиц так что вполне возможно тут это нормально но мне-то конечно как так как джо мой любимчики я хочу с ним поговорить его зову мне конечно все равно это неприятно что он меня игнорит и и игр это не ползает туда вот ползет тут сетку натянули шуку hariцы не вылетали агре туку доползают и сетку ломает грета 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 строй . и ползать туда грета карты это строп investments стоп стоп не ползать на кошки не понимают специально тут перекрыли чтобы не ползали а то она заползает иногда соскальзывает и падает прямо на сетку. А эту сетку порвать 5 секунд. А сетку стоит убрать. Вот эта белая курица. Сейчас у нее ее подруг, которые были с ней нету. Они вообще курицы летайки улетают. И самое что, ладно бы, если бы только отсюда улетали. Их даже вот по участку, вроде бы участок-то не маленький. Если отпустить, потом не сыщешь. Они перелетают через заборы и уходят. Сколько раз так было, потом мучаешься, хочешь их тут ищешь. Поэтому мы их стали вот так держать, чтобы никуда они не убегали. Ну и плюс, когда они по участку ходят, слишком много потом мин от них остается. Хотя здесь, в принципе, местные жители деревенские, они спокойно отпускают. У них курицы прямо здесь по улице ходят. Но мы, так как, ну, хотя уже живем здесь, получается, больше, так, 2012 года, получается, что, 11 лет. Но не привыкли к такому. В основном-то жили в городе. Как бы для нас это непривычно. Вот так взять и отпустить за ворота. Короче, я не знаю, как это правильно объяснить, но у нас такого нет. Мы так не отпускаем. Мы отпускали вот у себя во дворе. Ну и плюс, их отпустишь, когда за территорией. Они тут тоже ходят. Ну, например, мне не очень нравится, когда мне здесь возле моих ворот ходят всякие, тут живность. Потому что они ходят, они же не думают о том, можно тут. Сходить в туалет нельзя, гадят. А тут лицевая часть как бы не очень. Это красиво потом, когда здесь все обгажено. Так сказать. Поэтому мы как-то своих так не выпускаем. Чтоб под присмотром всегда были. Персик. Персик, как цель. Лев забрался на гуру. Так. Что-то персик пытается ему дать по хвосту. Оп-оп-оп. Так. Только недавно была вся банда. И уже опять никого не видеть. А, Снежка тут. Так. А где Грета? А, Грета там. Грета там. А, Чебу, Чебу, Чебу. Чебурашка! Чебурашки сегодня еще не видел я. Чебурашки Барсика. Так. Джо! Джо! Так. Похоже, похоже, Джо ушел куда-то. Не знаю, почему во дворе не находятся вот здесь, например, тенек. И здесь их точно никто не сможет тронуть. Ну, как говорится, отдыхай себе спокойно, в безопасном месте. Но нет. Почему-то они куда-то уходят. кошки вольные у нас ходят там, где хотят. Вот эти пока мелкие. хотя Умка уже тоже уже стал за забор выходить. Мне это не нравится, потому что тут нет-нет, пробегают собаки большие. А они могут с котенком сделать не очень доброе дело. Ну, лично при мне уже просто был случай. поэтому я не очень рад, что Умыч туда уже начал бегать. Ладно, персик, благо, еще никуда не ходит. Еще мелкий. Что, говорят? Что такое, говорят? Тех